Ваш собственный бес переедания говорит с вами, значит, вселяется в вашу подругу и говорит «Мотри, какой пирожный, какой тортик, давай, давай, там что?» Если она сытая, если у нее тяга под контролем, она скажет «Мать моя, ты что вообще? Какое пирожное? Да ты что вообще? Я вон худею, у меня там уже минус 8, минус 10, да окстись вообще!» Зато стройная, хорошо смеется тот, кто потом смеется в раздельном купальнике. Ну то есть она может устоять перед этим соблазном. И вот это вот окошко у кого-то длиннее, люди очень часто описывают как комфортное. То есть я не занята своим желудком, у меня нет ни тяжести, ни уручания, я не обслуживаю вот этого червя своего бесконечного, я хоть могу пожить как человек, у меня мысли какие-то, тут мысли о том, то мысли, что бы съесть, потом мысли, зачем я столько съела, постоянно думаете, а тут прям золотое какое-то окошко, кто я вообще, где я? Я человек, я существую, я освободилась от власти этого червя. Друзья мои, тема сегодняшнего прямого эфира, она будет полезная. Она будет полезная, как есть, сколько есть, как часто есть. Вот об этом сегодня поговорим. Когда начинать есть, а когда уже заканчивать. Очень часто люди, склонные к избыточному весу, не могут ответить на такой простой вопрос, как вы понимаете, что вы наелись. Очень часто у людей, склонных к избыточному весу, отсутствует рефлекс насыщения. Рефлекс сытости просто не работает. Вспомните, любое млекопитающее от природы обладает рефлексом насыщения. Лев в Африке поймал антилопу, он же ведь не ест ее с копытами. Он съел там 10%, наелся ему достаточно. Новорожденный ребенок первого полугода жизни четко знает, сколько ему достаточно. Он съедает положенное, все ему достаточно. Вообще питается исключительно дробно, через каждые 3 часа проснулся, поел, заснул, счастье. У новорожденного ребенка еще работает вот этот механизм насыщения, чувство сытости. Первый сигнал от стенок желудка. Когда пища механически воздействует на стенки желудка, в мозг идет сигнал. То есть правильный ответ – это чувство наполненности в области желудка. Я его слышу очень редко. Иногда, когда я работаю в смешанной аудитории, когда есть люди, у которых нет избыточного веса, они как-то, естественно, говорят правильное слово. Они говорят, чувство сытости – это чувство наполненности в области желудка. К сожалению, очень часто у людей с избыточным весом этот рефлекс подавлен, ну то есть не работает. Как он подавляется и почему он подавляется? А знаете, пока еще новорожденный, там еще ничего. Ребенка ведь новорожденным не заставишь поесть впрок. Ему же вот не объяснишь, что нужно встать из-за стола слегка голодным. Новорожденный ребенок четко знает, сколько ему достаточно. Но только ребенок научился говорить. Первая роковая ошибка, которую он совершает, знаете, съел 2-3 ложки. И своим мамам и бабушкам торжественно заявляет. Вы знаете, мне достаточно. Что ему говорят мамы и бабушки? Ну, друг мой. Но мы давно живем. Мы же знаем, что этого недостаточно. Пока суп не съешь, из-за стола не выйдешь. Пока нормально не поешь, сладкого не получишь. И он сначала давится супом, потому что хочется сладкого, а потом давится сладким, потому что не зря страдал. Надо как-то себя наградить, возместить себе эти страдания. Потом он приходит в детский сад. Где, знаете, говорит воспитательница, друзья мои, ну то есть дети, сейчас вместе с вами мы станем кушать суп. Он подходит, говорит, тетя, вы знаете, такая история. Я как бы принципиально против супа ничего не имею. Я просто сейчас не хочу. А тетя смотрит, так, знаете, друг мой. А у нас все сейчас будут кушать суп. И тетя, понимаете, 150 килограммов. То есть у нее есть какой-то моральный авторитет. И ребеночек понимает, что нужно проявлять социальную гибкость, потому что это коллектив. И прошло 3-4 дня, и он уже весело наворачивает со всеми. Втянулся. А потом он приходит в школу, где, знаете, учат есть по времени. Ну то есть когда надо, а не когда хочется. А потом приходит в институт, когда вообще никогда. Потом приходит на работу, где вообще иногда бывает выгодно, чтобы человек вообще питался как машина, чтобы ел вообще, знаете, один или два раза в день. Легкий, ни к чему не обязывающий завтрак. Ну и, конечно, ужин такой, знаете, с 6 до 9. Такой вот промышленный. То есть за все вот эти приемы пищи в день. Очень часто, во-первых, неправильные привычки питания приводят к тому, что человек перестает чувствовать сигналы своего тела, чувствовать сигналы голода, и точно так же перестает чувствовать сигналы своего сытости. Ну и вообще культурой поощряется способность контролировать свои импульсы. То есть что ты как животное, значит, хочешь ешь, хочешь не ешь. Что ты прямо как животное какое-то. Вот когда надо, это как бы логично, хорошо. Но такова реальность. То есть очень часто у людей с избыточным весом, из-за того, что объем желудка при длительном систематическом переедании происходит увеличение объема желудка, и вот этот рефлекс насыщения, он просто перестает работать. И я как-то рассказываю на программе о том, что еще когда я учился в мединституте, у нас там в анатомическом музее был такой препарат, объем желудка 10 литров. Ну это у мертвого человека, он был так разрезан и разложен, метровое такое огромное панно. И мужчина перед смертью весил 200 килограммов. И я вот так рассказываю, что да, желудок бывает растянут. На программе сидит мужчина, так смотрит на меня мудрыми глазами. Говорит, ну что вы мне рассказываете растянут? Я, говорит, когда первые кусочки ем, я прямо слышу, как они там летят какое-то время, и с характерным плеском падают желудочный сок. А вы говорите там 10 литров. Да там нет пределов человеческим возможностям. Проблема в том, что у людей с избыточным весом очень часто бывает не работает рефлекс насыщения. То есть люди, склонные к избыточному весу, вообще не чувствуют сытости. Они едят, пока не кончатся продукты, едят, пока не станет больно, едят, пока не станет стыдно. Да. Как же этот рефлекс восстановить? И когда же нужно садиться за стол? И когда же нужно из-за него вставать? Есть одна очень важная, ключевая, конкретная техника, конкретная методика, которая обладает очень мощным антиаппетитным действием. Методика, которая позволяет контролировать тягу. Методика, которая позволяет не переедать. Как правильно принимать решение о том, что пора есть? Для этого нужно вспомнить о том, что такое голод. Очень легко вы вспомните, что голод – это такое состояние, которое бывает легким, средним или более выраженным. С чего начинается голод? Вот вы поели нормально, съели первое, второе, третье компот, проходит какое-то время, и вдруг голод – это когда уже урчание, подсасывание, когда какой-то дискомфорт в области желудка, когда какие-то инородные звуки оттуда, знаете, что аж неловко, кажется, что кто-то разговаривает. Я, знаете, когда даже веду программы по снижению веса, я знаю, что нужно делать перерывы на еду, потому что я так интересно иногда рассказываю про еду, что как-то люди чувствуют, что уже пора поесть, и прям слышно иногда. Это все признаки голода. Если голод не утолить, голод идет по всему телу. Возникает слабость, раздражительность, головная боль, потемнение в глазах, иногда даже подташнивание, знаете, от сильного голода. И там даже бывает еще такая ловушка, она на работе сидит, везде некогда-некогда, ничего не ела, все прям, все-все-все. И в конце уже даже от голода ее аж подташнивает. Аж дурнота, аж слабость, раздражительность, вся такая нервная на работе. Так аж хочется ей в Инстаграме написать, друзья мои, идите все куда-нибудь, не звоните, не пишите, отстаньте. Так ей хочется сегодня такое нервное написать. А причина в чем? Не ела весь день. Голод накопил. И вот она сидит, а на лице, вы знаете, у нее блаженная улыбка. Почему у нее блаженная улыбка? Худеет. Весь день не жрамша. Уже дурнота, уже подташнивает, уже прям аж думает, зато похудела, зато молодец. Беда только в том, что после работы, так как она все-таки, у нее есть близкие, она их любит, после работы она идет в магазин. В какой она идет магазин после работы? Ну, кто-то сейчас, наверное, пишет, кружевного нижнего. Нет, так как у нее есть близкие, она идет в магазин продуктовый, с вот такими голодными глазами. Ну, конечно, покупает все, что видит. Ей кажется все вкусно, все интересно и так далее. Но, друзья мои, очень часто люди, когда я спрашиваю, как вы чувствуете голод, они описывают мне сильный голод. Вот это утурчание, подсасывание. А есть такая удивительная пауза. Удивительное такое время. И если к себе прислушаться, вы можете это время заметить, можете его почувствовать. Подсасывание, урчание, да. Вспомните, может быть, у вас так было. Когда вы, в общем-то, поели, поели нормально, там сытно, все хорошо, и еще какое-то время вы чувствуете какую-то тяжесть в области желудка, что-то там происходит, но потом проходит какое-то время, и возникает так называемая легкая пустота в области желудка. Уже нет тяжести, уже нет наполненности, уже нет там распирания, желания упасть на бок и так далее, но еще нет и голода. У некоторых этот момент занимает одну короткую секундулечку. Знаете, ну просто так много было съедено в тот раз, что еще желудок вот с тем не справился, а уже время в следующий раз есть. Уже принесли. Заносите. Но если человек как бы, ну вот, укладывается в среднюю порцию, там, 200-400 граммов еды, то очень часто люди отмечают вот это окошко, когда уже нет тяжести, но еще нет урчания, подсасывания и вот этого голода. И вот это вот окошко у кого-то длиннее, люди очень часто описывают как комфортное. То есть я не занята своим желудком. У меня нет ни тяжести, ни урчания. Я не обслуживаю вот этого червя своего бесконечного. Я хоть могу пожить как человек. У меня мысли какие-то. Тут мысли о том, то мысли, что бы съесть, потом мысли, зачем я столько съела, постоянно думая, а тут прям золотое какое-то окошко. Кто я? Вообще, где я? Я человек, я существую. Я освободилась от власти этого червя. Такой промежуточек. И он прямо, люди его описывают как легкий. Что, знаете, вот какое-то хорошее настроение, энергия. Я там еще не голодная, но уже, уже не пою. Ну, то есть уже нет вот этого пресыщения. И драма заключается в том, что именно вот это людей подводит. Люди пропускают вот это окошко. Ну, потому что, потому что на самом деле, вот это окошко самое лучшее для приема пищи. Где-то в конце вот этого легкого окна нужно делать прием пищи. Где-то на грани между тем, когда легкий голод переходит уже в урчание подсасывания, когда легкость переходит в урчание и прочие вот эти неприятные ощущения в желудке, вот это самый лучший момент для того, чтобы делать прием пищи. Вот это самый лучший момент. Почему? Потому что для того, чтобы контролировать тягу, очень важно научиться садиться за стол, в общем-то, еще не голодный. Это имеет огромное значение, потому что если вы садитесь, когда урчание подсасывания, вы съедаете много. Если вы запустили, пропустили голод, что уже прямо там слабость, раздражительность, головная боль потемнение, там уже вообще жор бессмысленный, беспощадный, там вообще все летит в пропасть, остановить этот жор невозможно. Она уже наелась, уже прям тяжело дышать, а в мозг идут сигналы, ну то есть просто есть гуморальные факторы голода, которые не за одну секунду исчезают, мозг по-прежнему посылает команды и получает команды от тела, давай еще, давай еще. Это все прям не всегда работает за одну секунду. Если вот эти при растянутом желудке рефлекторные механизмы не работают, которые быстро срабатывают, начинают работать гуморальные, а они прям пока там эта глюкоза в крови поднимется, пока там все эти гормоны, нейропептиды, сытости там доплывут, там столько времени на это проходит, и очень часто сильный жор приводит к перееданию. Очень часто, если вы садитесь за стол, в общем-то еще не голодными, вы наедаетесь меньшим количеством пищи, вы наедаетесь быстрее, вы сохраняете в конце концов человеческое достоинство, и вы за столом ведете себя как-то прилично, и главное быстрее наедаетесь. И это очень важный секрет, это парадоксальная вещь. Я скажу честно, я об этом говорю на программе, я думаю, что для кого-то из вас это покажется странным, и вообще каким-то таким непонятным. Ну, потому что, казалось бы, хочешь есть – ешь, не хочешь есть – не ешь, все логично, вроде бы все нормально, но на самом деле отгадка заключается в том, что оттенки имеют значение. В самый последний момент, когда вот у вас еще вот это легкое окно, и только-только должен начаться голод, если вы садитесь за стол сытыми, в общем-то еще не голодными, по крайней мере, да, вы наедаетесь быстрее, вы наедаетесь меньшим количеством пищи, и это позволяет вам держать тягу под контролем. Сейчас очень много дискуссий, я знаю, меня тоже уже всю голову проели, а как вы относитесь к голоданию? Ну, как будто я так выгляжу, как будто я должен быть фанатом голодания. Судя по всему, вот моя внешность наводит людей на мысли, что я, судя по всему, какой-то фанат голодания. Нет, вообще нет. Исследования показывают, что, в общем-то, эффективность, там, допустим, темпов снижения веса, там, голодания и обычных, там, групп питания, я не говорю сейчас о метаболическом питании, которое эффективнее, чем голодание сбрасывает вес. Примерно одинаковая. Но способность людей переносить голодание гораздо меньше. То есть люди, которые используют голодание для снижения веса, получают гораздо больше, показывают гораздо чаще срывы. Потому что голод сложно выносить, голод сложно терпеть, требуется воля, там, усилия и так далее. Есть люди, у которых есть это и воля, и усилия, и так далее. Они хорошо с этим голодом справляются, им этот метод подходит. Есть люди, для которых переносимость методики это очень важный фактор. Есть такой параметр, насколько, сколько процентов людей отсеиваются в процессе программы. Да, вот просто исчезают, растворяются, пересылают. Не звоните больше, не пишите. Это очень важный критерий. Методика может быть очень эффективной, но абсолютно непереносимой. То есть люди не выдерживают. Они не потому, что они плохие, не потому, что они порочные, не потому, что, значит, они под властью сатаны, не потому, что они по гороскопу дева, рожденная в год свиньи, а просто методика тяжелая. Это тоже имеет значение. Поэтому переносимость методики это очень важный параметр. Исследования показывают, что дробность питания 4-6 приемов пищи в день ускоряет обменные процессы. Есть такие исследования. Дробность питания делает методику более легкой. Для людей, испытывающих повышенную тягу к еде, дробное питание, оно ценно не только воздействием на метаболизм, а тем, что оно позволяет вот эту базовую тягу держать под контролем. Дробным питанием мы прибиваем вот эту тягу, и человек, в общем-то, сытный, человек, в общем-то, сытый, довольный. И даже если приходит подруга с тортом, знаете, как иногда бывает в процессе снижения веса, без переедания, ну, то есть, хитрый жир, демон, он иногда, не внутри головы, он иногда вселяется в ваших друзей, знакомых по работе, и вдруг они начинают, знаете, ваш собственный без переедания говорит с вами, значит, вселяется в вашу подругу и говорит, смотри, какой пирожный, смотри, какой тортик, давай, давай, там что, если она сытая, если у нее тяга под контролем, она скажет, мать моя, ты что вообще, какое пирожное, да ты что вообще, я вон худею, у меня вон там уже минус 8, минус 10, да, окстись вообще, какой, зато стройная, хорошо смеется тот, кто потом смеется в раздельном купальнике, ну то есть, она может устоять перед этим соблазном, если она на голодании, если она держится из последних сил, то там, знаете, ну вот просто ей шоколадкой перед носом помахали, все, она родину продала, все, вот прям, малейшая там, и срыв, и все, и понеслась там в пучину, поэтому, конечно же, переносимость, это очень важный критерий методики по снижению веса, и вот это дробное питание, вот это правильный выбор момента, когда вы начинаете есть, позволяет, позволяет, ну, просто быть в программе до достижения результата, а не просто, насколько хватило силы воли, я с вами пока держусь, не знаю, как завтра, пока держусь, на этом далеко не уедешь, можно построить программу снижения веса только тогда, когда, ну, может быть, там есть среди вас же люди, которые у меня худели, когда на каждом, на каждой контрольной встрече, я как занудливый по какой-то бу-бу-бу, вы наедаетесь, вам комфортно, и не в том смысле, что если вы не дай бог скажете, что вы не наедаетесь, я вас прокляну вообще, и порчу на вас, как вам не стыдно, я же расстроюсь, я же доктора вот так вот расстраивать, нет, потому что если вдруг вы не наедаетесь, значит вы что-то делаете не так, или делаете слишком большие интервалы, или неправильно собираете тарелку, и нужно с человеком доработать, научить его наедаться, и при этом сбрасывать вес, все будет прекрасно, когда же прекращать прием пищи, это вообще целая отдельная тема, поначалу конечно, мы ориентируемся на объем, чувство сытости вообще не зависит от калорийности, сначала мы конечно ориентируемся на объем, но, мы конечно делаем методики по сокращению желудка, усилению чувства сытости, это тоже конечно все очень важно, но даже само по себе дробное питание, даже само по себе то, что вы садитесь за стол сытыми, и наедаетесь быстрее, приводит к тому, что объем желудка уменьшается, это абсолютно физиологичная реакция, то есть если его не растягивать постоянно, он приходит к своим нормальным размерам, такова физиология, и, ну, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, примерно первый месяц, уходит на восстановление рефлексонасыщения, желудок возвращается к нормальным размерам, и человек начинает чувствовать сытость, он прям ощущает это, как какой-то тормоз в желудке, он говорит, я уже там собралась что-то съесть, как обычно, и уже понеслась в пучину, в пропасть, съела 300-400 граммов, и чувствую, что задыхаюсь, прям тяжело, прям, прям, что-то я не та, что прежде, там конечно нет никаких чудес, если задастся целью, и методично его растягивать, нужно снова его растянуть, это как бы не проблема, но по крайней мере, вот дробное питание, и нормальный размер порции, приводит к тому, что вот резкого такого переедания, просто по физиологическим причинам, его трудно провернуть, обычно так бывает, нормальный размер порции, примерно 200-400 граммов, достаточный для того, чтобы получить вот это чувство наполненности, сейчас я не говорю о психологической тяге к еде, которая может есть всегда, все что угодно, и так, я говорю чисто, вот сейчас сегодня физиологический такой эфир, объем пищи, и количество сытных продуктов, разные продукты, по-разному дают чувство сытости, достаточное количество сытных продуктов, пусть объем, и человек чувствует сытость, я вообще категорический противник, вот этой глупости, что вставайте из-за стола слегка голодным, это вообще нет, вы должны научиться есть до насыщения, правильно увеличивая объем порции, используя принцип плотности калорий, добавляя большое количество сытных продуктов, вы можете наедаться, чувствовать сытость, и при этом прекрасно сбрасывать вес, друзья мои, мне было очень приятно с вами сегодня общаться, худейте на здоровье, будьте стройны, красивы, и на зло вообще по другам, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok